МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у Гомеля завершились организованные в рамках других гульня Украины СНД с поборництвы по дзюдо. Командный турнир скончился перемогой россиян. Другое место заняли атлеты из Казахстана. Беларуси поделили бронзу с узбекской командой. По выниках трех дзюн с поборництва наши спортсмены завоевали девять медалев. Эмоции удельников турниру и хурочистые узнагороджение в нашем сюжете. В поединку за третье место белорусская сборная сострелась с дзюдоистами из Туркменистана. По выниках напруженной боротьбы наша команда отримала бронзу. Тетяшко было забраться на пьедестал, и какие дальнейшие планы у спортсменов мы потекавились особисто. Немножко расстроились, что не попали в финал, но мы будем стараться. Поверьте, Беларусью мы свою любим, гордимся, и поэтому в следующий раз постараемся не подкачать. Ребята наши, девчата, никому не слабее. Чуть-чуть мы не собрались, может, не дособрались. И в следующий раз, конечно, будем стараться именно за золото. Индивидуально в первую встречу вышла с девочкой из России. Мы с ней уже неоднократно встречались. Но, опять же, на психологическом, наверное, уровне тоже очень тяжело было. Ребята смогли составить нам сильную конкуренцию, чтобы мы проборолись, почувствовали. Большость атлетов отсутностью золота не засмученная. Выники у особистым залику после первых двух днём с поборницей отримались выдатными. На этих соревнованиях я заняла второе место. В республике Беларусь я считаюсь лидирующей спортсменкой высовой категории. В общем, везде почти стараюсь выступать максимально, выкладываюсь на полную. И почти везде занимаю призовые места. Конечно, бывают какие-то моменты на международных соревнованиях, когда я проигрываю. Но я стараюсь, дальше иду вперёд. Сейчас в личном зачёте мне удалось занять третье место. Немного расстроился в одной четвёртой. Хотелось показать более высшую борьбу. Сейчас в командном зачёте я боролся с представителем Казахстана. Тоже немного не получилось. Встреча была равная. У планах беларусов отпадшись после турнира и с новыми силами рыхтоваться до наступного сезона. По выниках командных с поборниц того, другое место заняла сборная Казахстана. Пальма – першинство у России. Я очень счастлива, что мы вообще и вчера в личных соревнованиях отборолись хорошо, даже очень даже неплохо. И сегодня, что мы победили. Весьма неплохой был финал, весьма неплохие соперники. Всё отлично. Атмосфера вообще нереальная. Много беларусов поддерживало нас. Я очень благодарна их за это. За турниром на зирау старшиня Абылвы Конкама Иван Крупко. С приёмами дзюдокера уник региона знаёмы не по чутках. Тому мог оценить гульни с профессийного пункта погляду. Техника высокая. Приятно было за беларусов. Ну, хотелось, конечно, чтобы были в финале и поборолись с россиянами. Они достойны были этого. Но я хочу сказать, что те тренинги, которые проводили олимпийские чемпионы Беларуси здесь, для молодёжи, они, думаю, что сыграют своё в дальнейшем развитии дзюдо на Гомельщине. Ну и в целом стране. Завершилась спортивная подея святочной церемонией узнагороджения. Наступный припынок других гульня у области Жлобин. И он примет с поборницей по самбо. Олеся Заяц, Валера Игапанько, Миколай Заяц. У телерадио «Компания Гомель». У Гомеля завершается трёхдённый марафон по дзюдо у рамках других гульня Украины СНД. За медали в городе над Сожем спрошались больше за 200 спортсменов из девяти краин. Мультиспортивный форум – это не только боротьба за признание, а и умоцование международных связей. Про это не перестают сказать. У дельники, тренеры, а так само судьи с поборництву. Як отзначая один со спортсменов сборной Таджикистана, с поборництво есть только на татаме. Конечно, эти соревнования нам не дают только бороться между собой, а найти новых друзей, новые знакомства. Я лично со всеми спортсменами подружился. Из Узбекистана, из Белоруссии. Все хорошие ребята. Мы, может, враги на татаме, но за ним мы отличные друзья. Мы все дружим, говорим и поддерживаем друг друга. Времена, такие соревнования, такие мероприятия всегда сближали спортсменов. Это общение, это новое знакомство, это коммуникация, это в дальнейшем дружба. И вот даже тренеры, которые сейчас возглавляют в сборную, они когда-то вместе на одном татаме боролись, они вместе дружат, они общаются, взаимопомощь всегда присутствует. Поэтому я считаю, что это очень замечательно, что у нас в стране есть такой турнир, на котором все мы можем так сблизиться. Мы уже почти страны Азии, да? Мы считаем, что с Узбекистаном, с Азербайджаном близко нам уже. Мы уже с ними хорошо общаемся. С вами уже, как вам сказать, соревнований не было до этого. Уже здесь первые соревнования, хорошо, на эмоциях. Если придет команда Беларуси и России, мы будем встречать на высшем уровне. Не застается без уваги и белорусская гостинность. Для удельников была створена великая забавляльная программа, у якого выходило наведывание памятных местин гомелей в области. А бы Яковым не застается никто. Вот вчера буквально мы прогулялись по этому городу. Нам очень понравилось с нашими коллегами, с нашими друзьями из Таджикистана. Делали для нас большую экскурсию. Мы ваш парк здесь посмотрели, центр города. Очень красиво, все тихий, вот такой город. Очень нравится. Ну, это для спортсменов очень прекрасный, думаю, город. Другие гульни края СНД завершатся 14-го жнивня. 12-го и 13-го в Жлобине отбудется турнир по самбо. Для удельников и болельщиков так само будет продугледжена насыщенная экспурсийная программа. У приватности жадающая наведают мемориальный комплекс детям, а хверам войны и садибу козел Паклевских у агрогородку «Червоный берег». Город над Сожем целком окунулся в дзюду, однако иншие виды спорта не застаются без уваги. Дмитрий Майоренко и Уладимир Галота довольно ведомый дуэт с Гомеля, який взял бронзу других гульня Украины СНД по пляжным волейболе. Нам удалось связаться с ними и доведаться об эмоции гульне и их перамозе. Дмитрий, поделитесь, пожалуйста, вашими эмоциями от игры, которая состоялась накануне. Да, эмоции очень положительные. Опять же, это первый наш такой международный турнир по факту. Поэтому победные эмоции очень приятные. Очень довольны, что заняли призовое место. Владимир, расскажите, пожалуйста, о своих соперниках. Они оказались сильнее, чем вы думали? Пары российские очень хорошие, оба очень опытные. Хоть они и наши одногодки, но, тем не менее, ребята вообще очень классно играют, показывают красивый волейбол. В принципе, они выигрывали и чемпионаты Европы, поэтому уровень их значительно выше. Ну, не значительно то, что выше, но в любом случае очень тяжело с ними играть. Но нам очень понравилось. Почему? Потому что в любом случае, когда ты играешь с более сильным соперником, ты набираешься опыта и сам растешь. Поэтому нам все понравилось. И мы очень довольны, что мы взяли именно бронзу. Понятно, хотелось выше, но по максимуму мы выложились и получили наши заветные мигали. Мы протягнемся отшить за досягнением наших атлетов и будем рассказывать об их поспехах у наших наступных выпусках новинов. Олимпийский чемпион Беслан Мудрано провел майстер-класс у Гомеля. А об тем, что в этой дне отбывается в Лядовом палаце, наш наступный сюжет. Я не отшиваю, что приехал за межу. Мне сдается, я прилетел додому. Миновиты такие эмоции у олимпийского чемпиона, россиянина Беслана Мудранова от нашей краины. Гоноровый гость у Беларуси в другой раз, и эмоции от краины выключено становочие. Народ очень приятный, дружелюбный, так как у меня очень много друзей с Беларуси, и поэтому я себя чувствую очень комфортно. Олимпийский чемпион провел для юниоров майстер-класс топ-правилов эффективного китка. Не скупился Беслан Мудранов и на иншие секреты спортивного майстерства. Сярод поваженных гостей и наш земляк. Один и олимпийский чемпион краины по дзюдо Игорь Макаров. Подобных спортивных формов по дзюдо у Гомеля не было николи. Упевненный славутый спортсмен. Есть 10 баллов, я поставлю 11. Да, потому что мы постарались, чтобы здесь было комфортно всем. Я непосредственно участие принимал в организации всего мероприятия. Постарались, чтобы и зрителям было очень комфортно, судьям, детям, которые здесь борются, и представителям команд, которые сюда привезли детей. До масштабного спортивного свята активно долучилась и радиостанция Гомель+. С первых день гуньев наши радиоведущие вещают прямо с ледового палаца. Интервью с дзюдоистами, олимпийскими чемпионами, а так само все циковые подеи, которые разгортываются на других гуньях краины СНД. На хвале 103,7 FM. День добрый всем, друзья! У нас командные соревнования по дзюдо, вторые игры страны СНГ, Беларусь, Гомель, Ледовый дворец, Артем Паша, здравствуйте! Эпицентр подеи – щирые эмоции от перемог и поражения. Усё это гучить у эфиры. Для высокой якости гуку створены усе умовы. Гэта полновартостная мини-студия у самом сердце гульняв. У нас в эфире в среднем около 4-5 гостей, которые дают полноценное интервью. Это и олимпийские чемпионы, и участники соревнований, победители соревнований, и даже интервью с главным врачом соревнований. То есть мы максимально освещаем данное событие в эфире двух радиостанций. Сегодня опошний день с поборництву по дюдо. Тому, как не пропустить усю граченю и отчуть особливую атмосферу спортивного свята, включается «Гомель Плюс» и «Гомель ФМ». Так само сочите за усими оперативными новинами на нашем сайте и в телеграм-канале. Татьяна Пемненкова, Валерий Гопанько, телерадоя компания «Гомель». Рост товарообороту, створение предприемства у кооперации, импортозамещение. Три основные керунки для супрацовництва. Это подкресли у старшиня Гомельского облывы конкама Иван Крупко под часу встречи с керавником представительства Нижегородской области Андреем Дудкиным, который в свою чергу отзначил великий потенциал полдневого исходного региона Беларуси. В программе визиту гостей наведывание предприемств, которые занимаются выпуском упаковочного материала. Интерес, безусловно, представляется. В первую очередь сейчас данное предприятие интересно в сфере программы импортозамещения. Поэтому мы хотим ознакомиться с продукцией данного предприятия и в дальнейшем уже для наших, как говорится, нижегородских предприятий сделать предложение о сотрудничестве. Знишний гандлёвый товарооборот Гомельской и Нижегородской областей мая станучую динамику. За пять месяцев бегучего года он склау 25 миллионов долларов. Темпы росту 115%. Свою продукцию поставляют у российские регионы шматликие предприемствы Гомельской области. На экспорт у приватности накеровываются камбальные шпалеры металлургичная и химичная продукция. Хлебный каравай становится все тяжейшим. На Гомельщине намолотили больше за 300 тысяч тонн. Уборочные урегионы на экваторы. Небесные канцеляры не зауседы на коры с сельчаном, однако люди старанно працуют 24 на 7. Стратегичная задача – забеспечить насильництво харчаваннем и створить стабилизационные фонды. Об нелегких буднях белорусских охраров далее в сюжете. То, что за надворые термины уборочной срушились, в Добрушском районе не лечить проблемой. Зерневый клин господарки Утевская – 2000 гектаров. На узброенне четыре комбайны. Для Дмитрия Сорокина это шестый агросезон. На огол, на полях – он с детинства. Кожный год помогал батьку. Сегодня працовный день механизатора начинается с росой, а заканчивается нередко глубокой ночью. Чтобы не гублять каштонный час, поломки Дмитрия ликвидует прамы в поле. Запчасти в наличии есть. Если нет, стараются оперативно привозить это все. Сами видите, какая погода у нас. Дожди, дожди, дожди. Тут каждая минута на счету. Так что стараемся побыстрее. Как можно быстрее. Приехал или на месте на поле устраняем, или приехал, быстренько сделал и опять на поле поехал. У нас выходных нет. Работа, 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 работа. С одного гектара на палетках Утсевского сбираются больше, чем 40 центнеров зерневых. Мородить нельга. На рахунку, каждая хвилина погодливого дня. Кожная зернятка. На этом экспериментальном участке элитная пшаница Амелия. На суперокня устойливому надворью на радость людям даёт высокий ураджай. На ощупь зерно ещё мягкое. Тут больше 20% влажности. Оно, в принципе, дозревшее, но в силу того, что идут дожди, оно просто набирает, скажем, эту влажность. Ну, вообще-то семейный участок. Отсортируем, просушим, досортируем. И на пассивную пойдёт. Отримливать добрые намолоты можно на любой глебе. Але при умове захования культуры земляровства и поворотливости аграреу. Руд должен оплачиваться и цениться. От рассвета, от заката не каждый сможет. А сейчас вроде техника не старая вся. То есть все условия кондиционированы, но это просто физически, это тяжело. Это очень тяжело. Одна справа – собрать с божио всё до зернятка, інша – заховать без страт. Якость и темпы – головное потребование уборочной. Стараемся убрать зерно, чтобы не потерять ни одной бубочки. Стараемся, чтобы не намочилось, укрываем. Работать, не покладая рук. Это есть и патриотизм. На Гомельщине намолотили больше за 300 тысяч тонн. Убрана полова полей. Задача – мобилизоваться и поскорить темпы. В агропромысловом комплексе всё залежит от человека працы, его упартости и майстерства, от данности земли. И она платит щодро, коли отчувая пясчёт у працевитых рук. Миколай Зайца, у телерадио компания «Гомель» при поддержке АТН. Моцный удар стихии припал на Гомельскую область. Сёння с заливнем и моцного ветру потерпели особные регионы. У Карменским районе спотребилася допомога выротовальников. На дому пала древа. Люди при этом не потерпели. А у Лоевским районе поступило поведомление об допомозе во уборце древа с проездной частки, якое ускладняло рух транспорту. Моцная навальница с маланкой стала причиной порушения у работы Мазырской ЦЭЦ. Зафиксованы сбои у электрозабеспечения широку промысловых и бытовых споживцов. Не пагать фиксовали и жихары Гомеля. Зараз ведутся работы по ликвидации наступства. Житодейность регионов не порушена. Кто-то поможет у подрыхтовцы детяти до школы, где можно набыть всю необходимую продукцию и что представили для школьников дизайнеры швейных предприемств. Жнивень – самая горячая пора подрыхтовки до научального года. Батьки задаются множеством пытаний. Телерадио компания «Гомель» не только шукала отказы на их, наши супрацовники готовы и сами оказать допомогу школьникам. Подрабязности далее в сюжете. Все необходимое до нового научального года можно набыть на традиционных школьных кермашах, куда и накировались активисты БРСМ телерадио компании «Гомель». В первую чергу ведущих телеканала притягнули полиции с констоварами. Выбор широкий, задоволенными застанутся усе. Сумки, заплечники, шоперы на любой густ, чем бы дитя не захоплялося. Вы творцы, а разом с имей наш телеканал, смогут порадовать школьников. Мы, молодежь телерадио компании «Гомель», как первичная организация БРСМ, решили присоединиться к акции «В школу с добрым сердцем». Мы организовали в нашей компании сбор канцелярских принадлежностей, а сегодня пришли выбрать портфель первокласснику и первокласснице, которые торжественно вручим на линейке 1 сентября. Что до школьной формы, не до хопа у выбора не будет. В этом году «Беллих Прам» обновил школьный ассортимент «Амаль» на 70%. Широко представлена и импортная продукция. Поширенный продаж товаров для школьников стартовал еще в лепени. Что тычется кошту, пора у нас не с минулым сезоном, и он вырос на 7%. Можно ребенка в школу собрать от 150 рублей до 500, в зависимости от комплекта. Также участвуют у нас в школьном базаре как производители, также торговые компании, индивидуальные предприниматели. Традиционно на передаче дни нового научного года в нашей стране проводится кампания по оказанию допомоги у подрыхтулцы до школы, шмадетным семьям и тем, якие знаходятся у складанным становища. У приватности за одноразовой материальной допомогой можно свернуться у органы по праце, занятости и социальной обороне по месту жихарства. В рамках государственной программы здоровья народа и демографическая безопасность Республики Беларусь ежегодно предусматриваются средства местных бюджетов для подготовки школьников именно из многодетных семей к новому учебному году. В этом году у нас на эти цели выделено почти 4,5 миллиона рублей. Планируется, что помощь получат более 40 тысяч детишек-школьников. Размер помощи составляет 109 рублей 32 копейки. На сегодняшний день у нас уже почти 7 тысяч семей, а это 14 тысяч детишек, уже обеспечены различными видами помощи в общей сумме почти 2 миллиона рублей. Когда у семьи трое детей и двое из их школьники, батькам доводится нелегко. Но при поддержке державы под рыхтовка до научного года становится приемной подеей. Семья Блатуновых отримала одноразовую материальную допомогу на двоих детей. У нас есть первоклассник, который уже распланировал эти деньги. На что мы потратим эти деньги? На школьные вещи. А какие школьные вещи это будет? Книга, тетрадка. Рюкзак самое главное. Рюкзак, пластик, гуашь, пластилин. У нас есть список. Частично деньги мы уже потратили на обязательно трибу школьной формы. Это жилетки. Здорово, что есть такая помощь от государства, которая нам помогает. Нам хоть как-то легче. Подтримку оказывает Белорусское товарыство «Червоного крыжа». У Гомере проходит традиционная доброченная акция с берем дятей в школу. И она накирована на оказание допомоги детям, сошмадзетных, малозабеспеченных семью и тех, кто находится у тяжким социальным становищем. Долучиться до акции может кожное. Потребно просто набыть школьные письмовые прилады, покласть и у короб для подарунков, а вопера дать их волонтерам. Люди очень как-то относятся благосклонно, могу сказать так, к тому, что все-таки не каждый родитель может своего ребенка полноценно отправить с полным рюкзаком принадлежности. На данный момент сейчас это собрать рюкзак очень сложно. Я думаю, что даже и для семьи, которая не нуждается ни в чем. Поэтому наша задача сейчас помочь уязвимой категории населения собрать полноценно, отправить ребенка к школе. Я думаю, что эти акции должны проходить чаще. И чтобы многие об этом знали. Акция очень нужна, потому что, ну как бы там ни было, это дети. Дети – это как продолжение нашей жизни. И людям просто обязательно надо это делать. Потому что если не мы, то кто поможет нашим детям? Дякуючи проведению этой акции, больше, как 7 тысяч детей отримают допомогу до нового научального года. Светлана Главко, Валера Игапанько, телерадиокомпания «Гумель». Это и другие новины вы можете найти в нашем телеграм-канале, а так само на сайте в интернете по адресе tvargomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Екатерина Чумак. Здравствуйте. В жлобе не задержаны фальшивомонетчики. Сотрудники банков райцентра стали обращаться к правоохранителям по поводу выявления денежных купюр с признаками подделки. В основном это были деньги номиналом 5, 10 и 20 белорусских рублей. Их печатали на обычной бумаге при помощи офисного принтера. Оперативникам БЭП УВД и местного РУВД удалось установить фальшивомонетчиков. Ими оказались двое жлобенчан. Они занимались подделкой около трех месяцев. Возбуждено уголовное дело. Очередной вид мошенничества зарегистрирован реческими правоохранителями. 25-летняя жительница района увидела в Инстаграм рекламу с обещанием трудоустройства в Германии на заводах крупных корпораций. К примеру, таких как Нестле и Фольксваген. Девушка написала владельцам аккаунта, те перенаправили ее в мессенджер WhatsApp. Ей отправили фиктивный договор, в который соискательница внесла личные данные, в том числе паспортные. За выгодное трудоустройство преступники убедили девушку перечислить на их счет чуть более 2200 белорусских рублей. После получения средств наниматели заблокировали пострадавшую в WhatsApp и удалили переписку. Девушка обратилась в милицию. 28-летняя жлобенчанка тоже поверила мошенникам. Звонок поступил в мессенджере WhatsApp. В ходе разговора лжесотрудник банка убедил собеседницу установить на телефон программу удаленного доступа «Русдеск». Получив доступ к личному кабинету, в интернет-банке дгезлоумышленник списал имевшиеся на счету средства в размере 5000 белорусских рублей. В тот же день девушка обратилась с заявлением в милицию. Возбуждено уголовное дело. В Гомеле в автобусе МАЗ, который двигался по проспекту Ещескому в направлении улицы Сосновая, 73-летняя женщина-пассажир при попытке сесть на сидение потеряла равновесие и упала. В результате происшествия пассажир обратилась в больницу. После оказания помощи ее отпустили домой. В поле возле поселка Лядо Ветковского района огнем уничтожен зерноуборочный комбайн. Материальный ущерб устанавливается, пострадавших нет. Рассматриваем версии причины пожара, попадание остатков колоса и стеблей ячменя на коллектор двигателя из-за конструктивного недостатка устройства. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Екатерина Чумак. Благодарю за внимание. До свидания. В продолжении эфира «Беларусь-4 Гомель» спортивное обозрение. В студии Николай Зайцев. Здравствуйте. Жлобинский металлургий «Гомель» добились выездных побед в рамках группового этапа Кубка Салея. Стальные волки сломили сопротивление Могилева с результатом 6-4. Стоит отметить, что по ходу встречи подопечные Дмитрия Кравченко уступали 0-2. В составе победителей дублем отметился Константин Лукин. «Гомель» также добился гостевой виктории в поединке с Оршанским локомотивом. Все голы матча пришлись на второй период. Счет открыл форвард Рысей Артур Буйницкий. Владислав Буйко восстановил равновесие, после чего Николай Сусло забросил вторую шайбу «Гомеля» и принес победу своей команде. 9 августа подопечные Сергея Стася сыграют с Витебском, а «Металлург» проэкзаменует новополоцкий химик. Обе встречи стартуют в 19.00. «Гомельский локомотив» одержал шестую победу подряд в первой лиге Беларуси по футболу. Железнодорожники одолели на выезде «Островец». Для положительного результата «Гомельчанам» хватило по голу в каждом из таймов. Оба взятия ворот на свой счет записал нападающий Евгений Озерский. В турнирной таблице чемпионата «Локомотив» продолжает удерживать вторую строчку. Отставание от Держинского арсенала составляет один балл. Белорус Иван Казак завоевал золото в стрельбе из пневматического пистолета в рамках вторых игр стран СНГ. В личных соревнованиях наш соотечественник за 24 выстрела набрал 239,9 очка и опередил россиянина Игоря Шелудякова. Третьим оказался еще один представитель России Даниил Соловьев. Участие в финале приняли еще два белоруса. Владислав Демиш занял шестое место, Никита Коваленок замкнул восьмерку. Белорусский теннисист Илья Ивашко вернулся в топ-100 мирового рейтинга. На прошедшем турнире в мексиканском Лос-Кабосе Ивашко дошел до четвертьфинала, что и позволило подняться на сотое место. В первой десятке женского рейтинга без изменений Арина Соболенко сохраняет вторую позицию. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Николай Зайцев. Оставайтесь на нашем канале.